В пятницу в Центральной районной больнице состоялось итоговое совещание. Был сделан анализ деятельности медицинского учреждения в 2019 году. В работе совещания приняли участие первый заместитель министра здравоохранения Республики Адыгея Максим Коробко, первый заместитель главы района Руслан Ямыков, медицинские работники. С основным докладом по анализу деятельности учреждения здравоохранения за прошлый год выступил главный врач Центральной районной больницы Зауль Бихашев. Характеризуя основные демографические показатели, главным врачом было отмечено, что в районе сохраняется тенденция снижения численности населения. Вследствие снижения рождаемости, преобладания смертности и сочетания словодетности, когда у большинства родителей один или два ребенка, сохраняются обязательные значения природного населения. Естественный рост населения в 2019 году ниже предыдущего показателя, составлявшего минус 4,5 и составил 5,6. Ведущими причинами смертности в 2019 году явились на первом месте в болезни системы кровообращения 161 случай, что составляет 41,1% от всех случаев смерти. Из них 30 трудоспособного возраста 21, 15%, старше трудоспособного возраста 140, 87%. Показательность смертности от болезни системы кровообращения выросла 13,7%. На второе место в структуре причин общей смертности выдвинулись новообразования 70 случаев, что составляет 17,9% от всех случаев смерти. Из них в 2019 году 12, 17,5% лица трудоспособного возраста 58 или 82,9% старше трудоспособного возраста. Показательность смертности от алкологических заболеваний увеличилась на 15,7%. На третьем месте симптомы неизвестны и неточного подача состояния. 66 случаев или 16,9%, из них старость установлена в 62 случаях. В 2018 году по старости фиксировалось 54 случаев, то есть 15,25%. В 2017 году 45, то есть 19,9%. Регистрация случаев смерти по старости пока еще превышает рекомендуемого возраста показателя 7%. Смертность преобладает группы лиц старше трудоспособного возраста, количество которых равно 313 из 391 умерших или 80-30%. 73 случаев смерти, 18-70% лица трудоспособного возраста, 6 детей. Из 313 лиц умерших в возрасте старше трудоспособного возраста, 140 умерших от болезни системы кровообращения. Заболеваемость и смертность от злокачественных новообразований в районе не снижается и вносит существенный вклад в общую смертность населения. Обращаясь к медперсоналу, Заур Бехашев отметил, что необходимо усилить работу по активному выявлению ранней диагностики новообразований, прежде всего в ходе различных видов профилактических мероприятий. В ближайшее время на профессиональную переподготовку по специальности онкология будет направлен специалист поликлиники. В планах 2021 года – открытие на базе районной поликлиники Центра амбулаторной онкологической помощи. Отдельно в докладе был затронут вопрос об улучшении материально-технической базы ЦРБ. В 2019 году были приобретены рентгеновский цифровой комплекс на три рабочих места, функциональные кровати, лор-комбайн, аппарат для измерения внутриглазного давления и т.д. В 2019 году, благодаря своевременному поэтапному исполнению планов развития санитарной авиации Республики Кашкабельская ЦРБ, первая из районных полиц, получила в свое распоряжение сортировочно-факционную вертолетную площадку, готовую к круглосуточному приему рентгеновых лентных аппаратов санитарного предназначения. Стоимость этого строительства – 2 млн 648 тысяч 800 рублей. Уважаемые коллеги, в 2019 год дал старт ряду национальных проектов, разработанных на основе региональных проектов развития с до выхода республики, в семье из которых принимает непосредственное участие наша медицинская организация. Не все из намеченного получилось, тем более необходимо сконцентрировать усилия на достижении плановых показателей 2020 года. 10 963 человека необходимо привлечь к различным видам профилактических мероприятий, включая диспансализацию взрослого населения, преимущественно рис твороспособного возраста, что позволит существенным образом повлиять на показателей смертности, качество и продолжительность жизни. Разработан и доведен до каждого исполнителя график, точное исполнение которого является обязательным университетских работников и постоянно будет находиться на контроле. Помесячные планы специальным образом составлены так, чтобы предоставить участковым службам время и возможность параллельно с профилактической деятельностью первые два месяца завершить формирование паспортов участков по установленной форме, датой предъявления которых заблаговременно объявлено 1 марта 2020 года. Именно сведения из разработанных участковой службы паспортов участков послужат основой для своевременной и эффективной деятельности по выявлению, лечению, контролю заболеваний факторов близкого населения района. За своей стороны, администрация церковной больницы при поддержке и помощи Министерства здравоохранения в сфере Территориального фонда и медицинского расстрахования привел в необходимое внесение по укреплению материально-технической базы, цифровизации, привлечению кадров и индивидуированному медицинскому образованию к дальнейшему росту заработной платы и эффективных медицинских работников. Уже в этом году на территории района началось состоятельство четырех новых современных ФАПов, вследствие которыми планируется возъединение новых врачебных амбулаторий. Нам бы очень хотелось включения в программу развития села и сельского организма. Нам чрезвычайно необходимо осуществить обновление изношенного автопарка санитарных машин, реконструкцию больничной крыши и капитальный ремонт третьего этажа, построить отдельное современное здание детской поликлиники, женской консультацией, заменить лифты, инфекционную камеру, котлы. Что касается диспансеризации, по итогам 2019 года имеет место рост охвата населения. В различной форме профилактические мероприятия в 2019 году охвачено 13 651 человек, в том числе лекциями и беседами по программе «Здорово, образ жизни» – 8 450, «Школа здоровья» – 4 391, проведено 21 массовое мероприятие с участием 1322 человека. В 2019 году при плане 5 282 человека осмотрены 5 407 – это 91,9% от плана. В 2019 году установлены 5 473 заболевания. Из них заболевания системы кровообращения – 3437 – это 62,8%, заболевания депинной системы – 631, 1,5% заболевания мочевого, мочеколовой системы – 157, 2,8%. Из регистрированных заболеваний впервые выявлено – в 2019 году 240 – впервые выявлено. В 2018 году впервые выявлено было 81. Из впервые выявлено в 2019 году заболевания – 144 – это болезнь депинной системы, 45 – болезнь системы кровообращения, 14 – болезнь мочевого полового системы. По итогам диспансеризации 2019 года имеет место рост охвата населения, повышение ее качества в связи с трекратным увеличением по отношению к предыдущему году числа впервые для населенных заболеваний. К первой группе здоровья относено 1802 человека, ко второй – 406, к третьей – 3199 человек, зрителей района. В ходе диспансеризации взрослого населения 2019 года впервые применена практика привлечения к обовещению неподвоза населения службы социальной защиты района работников муниципальных образований под координацией районной администрации. Данная мера самым благоприятным образом повлияла на результативность профилактической работы, обеспечивая увеличение прохождения ДВН на 59%. Другой формой профилактической работы в деятельности организации являются профилактические и медицинские осмотры. В 2019 году в Креплане 1685 выполнено 1582 осмотров, 93 и 95% оборудового плана. В системе здравоохранения района трудится 343 человека, в том числе 43 врача, 155 средних медицинских работников, 143 прочего персонала. Показатель укомплектовности по всем категориям низкая, особенно врачами. Первый заместитель здравоохранения Республики Адыгея Максим Коробко обратил особое внимание на необходимость совместного решения проблем кадрового обеспечения. Понимаю, что дефицит врачей, нужны усилия и администрации больницы, и Министерства здравоохранения, и района, и руководства, потому что сейчас мы с вами вместе писали нашу программу развития, программу модернизации первичного звена. Там большое внимание уделялось кадровым вопросам, в том числе и переходу на отраслевую систему. Введением различных новых сейчас мер социальной поддержки будет разрабатываться и обеспечение жильем, и компенсация аренды жилья, у кого нет, компенсацию коммунальных услуг, я думаю, вы и так получаете. Планируется компенсация части процентов по ипотечному кредитованию, для отдаленных районов, где кадровый дефицит максимальный, планируется выплата по программе «Земский доктор», «Земский фельдшер» уже не миллионы, полмиллиона, а полтора миллиона и 750 тысяч. Я думаю, что все вместе, общими усилиями, нам все-таки ваш кадровый дефицит как-то получится преодолеть. Максим Коробко дал свои рекомендации по повышению эффективности работы и призвал коллег обратить особое внимание на диагностику больных. Диспансеризация. Диспансеризация был у вас в план 5,882, смотрели 5,400. С одной стороны, 92% вроде недовыполнили, но все равно молодцы, потому что мы с вами прекрасно знаем, как в прошлом году нам срочно пришлось менять коней на переправе, срочно перестраиваться на очень сильно отличающийся порядок диспансеризации. Если в 2018 году было там 3 тысячи, в 2018 году меньше 4 тысяч, сразу на полтора раза увеличенный план, это, конечно, было тяжело. Но молодцы, все-таки успели перестроиться, несмотря на ваши кадровые дефициты, на разные проблемы, достаточно неплохо вышли. Я думаю, вы знаете, что у нас в стране смертность мужчин в трудоспособном возрасте превышает смертность женщин в 4 раза. Это вот тот пласт, который никогда не ходит в поликлинику, вы его никогда не видите, они считают себя здоровыми, либо им некогда, им надо работать, им надо семьи кормить, они машут рукой на свое здоровье и очень часто умирают в расцвете, так сказать, сил, преждевременно. Вот именно этот пласт населения я призываю вас максимально поднимать и поднимать и поднимать. Далее выступил первый заместитель главы района Руслан Ямыков. В 2019 году действительно четко обозначены все наши пути развития, все наши пути взаимодействия и хорошо расставлены приоритеты нашего дальнейшего движения. Хочу сказать, что 2019 год стал для нас действительно показательным. Время диктует усиливать, увеличивать эффективность нашего взаимодействия, потому что значимость этого очень трудно переоценить. Мы сделали достаточно качественный, да, Зурмуратович, рывок проведения диспансеризации. Поэтому хочу в первую очередь вас поблагодарить именно за это взаимодействие и заверить вас, что, будучи оптимистами, и руководство района никогда не упускает возможность участвовать во всех программах, которые нам предлагает государство. Сколько бы это софинансирование, сколько бы это усилий не требовалось. Мы действительно участвуем во всех. Мы признаем аварийными старые дома, мы закупаем оборудование, мы гарантируем софинансирование во всех программах, будь то сельский учитель, сельский доктор. Мы строим спортивные объекты, я думаю, вы это видите. Мы стараемся благоустраивать дороги именно для того, чтобы, может быть, в какой-то мере это будет решать кадровые проблемы, в том числе, наверное, и наших врачей, улучшить демографию, улучшить здоровье, просто побуждать людей оставаться жить тут, учиться и приносить свой вклад, свою пользу в развитии нашего района. Поэтому еще раз я благодарю всех за взаимодействие, которое было очень неплохим, на мой взгляд, в 2019 году. И пожелать нам успехов, мудрости, трудолюбия и терпения в 2020 году, потому что время диктует нам все больше усилий прикладывать для нашего движения вперед. Совещание прошло в конструктивной обстановке.